Всем добрый день, приветствую вас в Анапе, 22 октября 2016 год. Я нахожусь возле парка отеля, сегодня это будет третья съемочка. Мы от него двинемся в сторону Театральной площади и пройдемся до улицы Гребенской по улице Горького. Как-то будет приложено к этому видео, сейчас посмотрите весь наш маршрут, как он будет пролегать. Приятного вам просмотра. У нас сегодня плюс 2, плюс 5 где-то, очень тепло, нет ветра. Я нахожусь на набережной возле моря. Приятного просмотра. Наш сегодняшний маршрут будет начинаться на пересечении улиц Набережная и Крепостная. Мы зайдем в парковую зону на Крепостной, посмотрим на Русские ворота. На пересечении Крепостной и Пушкина подойдем к забору Краеведческого музея Горьгипе. Далее двинемся в сторону Театральной площади, свернем к фонтану возле концертного комплекса Победа. Затем выйдем на Горького, пройдем мимо Летней эстрады и свернем в сторону администрации. Прогуляемся по ее площади и мимо неработающих фонтанов. Вернемся на улицу Горького, по ней пересечем Ул-Краснодарскую и закончим наш маршрут уже на пересечении Гребенской и Горького. Вот он выглядит как парк-отель. Мы сейчас двинемся от вот этих красивых шариков набережной в Анапе, верхней, в сторону Театральной площади. Посмотрим на парки, как они выглядят. С правой стороны от нас находится парк Горьгипе, где все раскопки части старинной Анапы. Хотя, вся получается здесь Анапа, она находится в старинных местах, где не копни. И везде вылезают древности. Здесь вот такой вот скверик разбит. Он очень старый. Вот недавно какой-то крест поставил, все почитаем. Не знаю, что это за монумент. Тоже интересно. Вот это именно место. Среди подкомных крестов со стороны 5 сентября 2019 года. Среди священного патриарха Московского в Сея Руси Лексия. В память о начале крестового похода. В общем, 2000-летия Резиста Христова с города Курорта Анапа в Москву. В память о походе. Скажите, что у нас уже зима вот-вот. Настанет. Последний месяц осени заканчивается. Кстати, вот в детстве тут часто лазили. Там вот сейчас закрыто. Был вход в зод. Я сам туда не лазил. Говорили о том, что там какие-то катакомбы. Сейчас он там какой-то досточкой закрыт. Ну, вполне возможно. В годы войны что-то такое было. Впереди у нас вот русские ворота называются. Это был раньше вход в город Горгипи. Или Турецкие ворота. В общем, за эти ворота, за сам город, там сколько битв было. Сколько их отдавали, передавали. Сколько наших соотечественников погибло. В общем, в таком состоянии они находятся сейчас. Две пушки с этой стороны. Крепостные ворота. Остатки турецкой крепости, построенные в 1783 году. Названные русскими. В честь 25-летия освобождения НАП от турецкого инга в 1828 году. Там стоит памятная доска внутри к ней. Почему-то пройти нельзя. Вездесущие наши голуби здесь живут. Да, кстати, всегда интересовало, почему здесь внутри. Наверное, здесь покоится прах русских воинов, впавших у стен Аману. Это 1996 год. Здесь с левой стороны у нас тоже парковая зона в Анапе. Победа называется. Зал для выступлений летнего типа. Голуби-голуби десантируются. Мы дойдем с вами до родины. Посмотрим, что там интересного будет. Вот. Кстати, можно подойти, наверное, к забору. Вам будет интересно заглянуть за забор Горгипи. Вот как выглядят эти ворота с этой стороны. Музей вот он. Археологический. Типа укрыто. Раскопки, не раскопки. У нас в школе, когда учился еще во второй, пригоняли сюда на практику, типа, травку выщипывать, чтобы более презентабельный, красивый вид у всего этого места был. Ну, тут с экскурсоводом интересно погулять. Нам расскажут примерно, где какие дома, где какие погреба, что тут было, как тут было. Там всякие кольца, не кольца. Выставка, насколько помню. Всякий хамфор, пресок. В общем, довольно-таки интересно. Вот санаторий Мотылёв называется. Одноэтажный, что ли? Маленький. Вот это уже к нему относятся по стройке. Так, я с той стороны родины зайду на фонтан. Правда, он уже не работает. Там просто очень красиво такая площадка. Это бескромный Алексей Данилович. Памятник. Скульптура казачества. Подхожу к центральной площади, к театральной. С правой стороны можно пройти здесь на казачий рынок и прямо выйти на театральную и потом свернуть на улицу Горького. Здесь вот такой вот красивый парк. Очень часто там гулял. Мне, по крайней мере, очень нравилось. Театральная площадь вообще. Людей много, музыка играет. Голуби пасутся. За театральной площадью у нас начинается как бы парковая водка улица. Длиннющая. Так, ну, здесь, я думаю, не очень интересно вот сам парк. Давайте зайдем, гляньте, что там. Фонтан уже закрыли досками, чтобы не страдал зимний период он. На самом деле, правильно. Раньше, сколько помню, всегда стояли они открытыми. Потом их перед летом приходилось восстанавливать. Здесь вот тоже среди деревьев, типа, вместили комплексы кафешные. И вот такое вот место красивое для прогулок представляет из себя эта улица. Заблокирован. Солнышко засвечивает. Такие всякие каменные, ландшафтные дизайны. Так, ладно. Возвращаемся на Горького. Получается, срезали небольшой такой уголок. И сейчас по самой улице Горького она пешеходной считается. С 10 до 22, как я увидел на знаке сюда. Приезд запрещен. Ну все, гляньте машины пытаются. Но очень-очень редко. Ну, люкс-фуд. Сказка. Кафешка. Вот. Ну, молодежь. Что-то изображает на площади. Вот, как я и говорил, один из летящей походкой. Куча квартир. Простаю всякие квартиры здесь. На центральной, наверное, улице Фанапик. Круто жить. Ну, так вот. Все у нас. Зелено. Красиво. Классно выглядит. Мне, честно, очень, по крайней мере, нравится именно на Напа. В плане Байлогни. Перестаю это повторять. Очень интересно. В любое время года. В любое время года. Хотя вот на деревьях, видите, листиков нет. Но травка уже довольно-таки зеленая. Приятно посмотреть. Ну, походу, какие-то посадки прошли. На тюльпан высадили. Может, еще что-то, честно, не такой особый разбиратель всего этого фигма. Пойдем по тротуарчику. Впереди, кстати, мир животных. Здесь всякие вон фазаны, павлины. Все, кто хочет. Птички к ним залетают, воробушки покушать. Герои любимых сказок. Вы сможете увидеть знаменитые картины призраки, шедевры Эрмитажа, Русского музея и многое другое. Шестьдесят экспонатов ждут вас. Плосковые фигуры гологодичные. Две выставки по цене одного билета. Импровизированная сцена. Так интересно, кто здесь может, не может выступать, или все желающие пришел до выступа. Посмотрите, тоже пешеходная улица. Она от Русских ворот и выходит сюда, на Горького. Так вот красиво она выглядит. Еще сейчас попробуем сделать один отворот от Горького. Подойдем до Фонтанов возле администрации. ДПС впереди стоит. На той улице, куда я собираюсь прийти. Здесь вот выход на Владимирскую, ко второй школе. Можно между пройти зданиями и выйти. Ну а мы выдвинемся еще на одну площадь перед администрацией. Иначе у нас это была площадь. Потом здесь вот сделали фонтаны. Сейчас они закрыты, но на самом деле молодцы. Фонтаны очень красивые. У меня есть ночная съемка по Анапе, где я отснял эти фонтаны. Можете посмотреть в моих видеороликах. Вот эти желтенькие красивые цветочки. Ну скажите, да, что сейчас октябрь 22-ое причем число. Анапе у нас, можно сказать, по виду лета. По температуре, конечно, прохладненько. Он все идет в кубточках. Все же в теньке довольно-таки конкретно прохладно. Но в пределах солнечных зон чувствую себя довольно-таки комфортно. Вороны-червячков, походу, ищут. Не борется. Вон стая голубей что-то выклевывает. Вот мы уходим к администрации. И здесь нам часовенька. У меня идея появилась. И пойти посмотреть, что у нас голова подопила. Вот вообще интересно. И всех тех людей подснять, которые управляют всем этим. Все равно должна знать своих героев, да? Почему бы и нет? Вот администрация, как всегда, красиво. Все в цветах. Типа как надо. Кольцо городное. Я буду смеяться, если доска подсчета. Она повесена на доске подсчета. И будет мэра. Ванапе. Сейчас глянем. Смотрите, как красиво, да? Это вот выход к улице Крымской Ванапе. Старые домики стоят. Сейчас я смотрю, денег на фотошоп и на фото потрачено немало. Я так остановиться особо не буду. Просто покажу всех этих людей, которые занимаются. Серьезно. Серьезно. У мэра нету. Круто. Вообще просто. Просто no comment. Это, получается, у нас улица. Терская пешеходная. Она вот сквозь эту площадь, как бы, своими пешеходными зонами проходит. Вот казачьи патрули, и что это там лазит по городу. Да. Вот прикольно ходят. Наша страна, ну, не бережет, как называется. Покажу, как вот мы были на одном фонтанчике. Я снимал видеоролик о том, как там было все сделано, убрано. Здесь тоже, видите, верхняя часть. Вон там нас прятали под фанеркой. Нижняя все-таки осталась открытая. До лучших времен. Впереба уже весна, как хочется. Ну, возвращаемся на Горького и продолжим снимать видеоролики. Вот тоже чаши фонтанчика. Они вот, особенно когда с большого фонтана так смотришь, и прямо вперед очень красиво смотрятся все это. Не, это двух этих молодых мальчиков поймали, походу. Патруль казачьей или... И сейчас мы перейдем через Горького. Погнали дальше. Оказались знакомые казаки. Поздоровался и пошли мы дальше. Пацаны, поезд, видите, охраняет наш тыл. Привет вам. Вы будете мой ролик смотреть. О, тут все звучит, все в музыке. Так, сейчас мы подходим на пересечение Горького и Краснодарское. Здесь у нас находится... Как он? Универмаг. Один из самых старых. Не курим. Цыганки просят сигарет. А Юрик не курит. Вот такая вот беда. Вот она улица Краснодарская. Она двигается и к микрорайону в ту сторону, в эту сторону к морю. Здесь находится чертово кольцо в Анапе. Он не работает. Специально уже остановился, удостоверился. Так можно вот пойти прокатиться, показать вам, как все это выглядит со стороны. Вот она в ту сторону и двигается дальше. Две фона садили. Ой, сколько раз вот уже переделали эту улицу. Вот он, кстати, стадион. Все-таки живой в Анапе. Думаю, что никто особо не играет. Голуби пасутся, вижу. Тоже за детство функционирует. Пятал, здесь был вход на него. Все это было пространство вот как бы нему. Вокруг него были все эти тренировочные площадки. Сейчас это все кафе, развлекательные комплексы. Заниматься уже не надо. Вот ближе к после обеду повылазил куча людей. Вот так вот народ прогуливается. Ну, подходим уже к улице Рябинской на пересечении, в котором я закончу. съемку своего видеоролика. Надеюсь, вам и это видео понравится. Не забудьте подписаться на мой канал. Будет еще много чего интересного. Вот это одно из самых красивых зданий в Анапе. У нас первое. Ну, теперь смотрим. Вокруг него там уже квартирный комплекс. Позастроили. Да, ну, водка первая красивая. Здесь построена. Именно на улице Горького. Все ходили на него пять. Там сдаются огляды. Если кому-то надо, обращайтесь. А мы двигаемся дальше. ДПС ездит. Присматривают за нарушителями. Все. Тут, кстати, работают. У них сезон не закончен. Смотрите. Играет музычка в каждого ресторана. Своя. Минкальные, минкальные. Все, что ваше душе угодно. Вот Корона ресторан. Меня спрашивали, где можно романтику строить девушке. Там, чтобы на крыше. Вот, наверное, самое лучшее место в Анапе. Это будет вот ресторан Корона. То есть там вид очень красивый. Выйти там, заказать столик. Там направить. Да в любой период времени. Можно зимой пойти. В одежде, если что покушать, работает круглогодично. Так что, если у кого-то есть такие замыслы, советую. Ну, собственно, сейчас сделаю панорамку на перекрестке. И здесь на сегодня закончится маршрут. Это был третий ролик, снятый за этот день. Надеюсь, вам понравилось. Во втором видео немножко закосячился звук. Микрофон чуть-чуть прикрылась сильно. И он упал за одежду. Ну, простите меня за это. Надеюсь, не совсем так что-то страшно, ужасно. Я вроде бы через десять минут обнаружил. Ну, как-то так получилось. Ну, вот, в общем, я подошел к этой улице. Здесь у нас Корона, торговый центр Солнечный. Горького площади Театральная Родина. С этой стороны Альбатрос. И туда дальше мы выйдем к центральному рынку и к автовоксалу. Ну, всем еще раз огромное спасибо за то, что вы посмотрели мой видеоролик. Третий снятый за этот день. Буду благодарен вам, если вы подпишитесь на мой канал. Поставьте лайк, напишите свой комментарий. Поделитесь этим видео со своими друзьями. Подноклассников ВКонтакте. Подписывайтесь на меня. Пишите мне свои сообщения, пожелания по моим видеороликам. Постараюсь их выполнять. Ну, и желаю всем хорошего настроения. Приятного вам ожидания Нового года. Пока-пока. До новых встреч.